Вечер под серебряным дождем Что касается последних новостей Напомню, что сегодня МИД Израиля решил эвакуировать свои посольства в Египте и Марокко Отмечается, что Израиль планирует перевести дипломатов из чувствительных стран в более безопасные государства И во всех диппредставительствах Израиля объявлен режим повышенной готовности Минут 20 назад появилось сообщение от пресс-службы Израильской Минобороны Что правительство Израиля одобрило эвакуацию жителей возле границы с Ливаном Цитата Решение правительства, которое теперь было одобрено Разрешает министру обороны и армии обороны Израиля Проводить в соответствии с оценкой ситуации по этапную эвакуацию населенных пунктов Расположенных на расстоянии от 2 до 5 километров от Ливанской границы И это уж совсем свежее США на заседании Совета безопасности ООН Наложили вето на проект резолюции Бразилии Призывающую Израиль отозвать предписание жителям газа переместиться на юг сектора Пока эта новость приходит в режиме новость дополняется За обновлениями я, конечно же, краем глаза слежу Через пару минут вернусь Оставайтесь с нами Это вечер под серебряным дождем Это вечер под серебряным дождем Но и вот, друзья, только что появилось подтверждение Публикации, сегодняшней публикации агентства Блумберг Я об этом рассказывала Блумберг сегодня со ссылкой на собственные источники В политических кругах Соединенных Штатов сообщили, что Президент США в самое ближайшее, как сказано, публикации время Намерен запросить у американского Конгресса Дополнительно 100 миллиардов долларов И Блумберг писала, что эти деньги пойдут на военную поддержку Украины, Израиля и Тайвань А также Блумберг, собеседники, точнее, агентства Блумберг Отмечали, что американская администрация уверена, что Эта законодательная инициатива господина Байдена Может получить широкую поддержку со стороны обеих партий В Конгрессе США Ну и вуаля Это самое ближайшее время, о котором писали Блумберг Это уже сегодня, друзья Джо Байден уже анонсировал обращение к Конгрессу С просьбой предоставить, как он назвал это, беспрецедентный пакет помощи Но, правда, только Израилю Если у Блумберга речь шла еще и про Украину и про Тайвань То в данном случае речь все-таки про Израиль Во время выступления, непосредственно находясь в Израиле Джо Байден сказал следующее На этой неделе я запрошу у Конгресса США беспрецедентный пакет помощи для обороны Израиля Также ведомости напоминают, что Соединенные Штаты продолжат поставлять боеприпасы для работы Израильской системы противоракетной обороны, которая называется «Железный купол» И факт продолжения этой помощи сегодня также подтвердил президент США А глава Комитета Палаты представителей Конгресса США по внешней политике Майкл Маккол Сообщал, что группа сенаторов в парламенте разрабатывает законопроект В соответствии с которым у президента США появится возможность применить силу против ближневосточных группировок Которые поддерживаются Ираном, а также в том числе против ливанской Хезбаллы Что касается заблокированной резолюции Бразилии по Израилю в совбезе ООН Давайте посмотрю по обновлениям Итак, на заседании Совета Безопасности ООН США наложили вето на проект резолюции Бразилии Которая призывает Израиль отозвать предписание жителям газа переместиться на юг сектора Коммерсант пишет, что Россия и Великобритания воздержались от голосования по этой резолюции 12 стран-членов Совета Безопасности поддержали принятие этого документа Итак, за принятие резолюции проголосовали 12 из, прошу прощения, 15 стран-членов Совета Безопасности ООН Это Албания, Бразилия, Китай, Эквадор, Франция, Габон, Ганна, Япония, Мальта, Мозамбик, Швейцария, Объединенные Арабские Эмираты и США Стали единственными, кто проголосовал против Отмечается, что перед проведением голосования Совет Безопасности также отклонил две поправки К документу, предложенной российской стороной, призывающей к прекращению огня и нападений на гражданское население Представитель России при ООН Небензия после этого заявил, что ответственность за происходящее несет тот, кто не поддержал проект резолюции России по этому вопросу Немного музыки, а после этого познакомлю вас с тем, чем закончилась попытка импичмента в Грузии Ну и как в Москве отреагировали на выступления в Европарламенте премьер-министра Армении Николы Пашиняна Это вечер под серебряным дождем Вечер под серебряным дождем продолжаем, друзья, и перемещаемся в Грузию, где не удалась попытка импичмента президента С небольшой предысторией, с инициативой импичмента президента выступила правящая партия «Грузинская мечта» Представители партии обвинили президента Зарубишвили в нарушении Конституции Почему? Потому что президент без согласования правительства в конце августа и начале сентября отправилась в зарубежное турне Я напомню, что она посещала Берлин, там встречалась с президентом Германии Также посещала Брюссель, где проводила переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем Грузинская мечта, согласно процедуре импичмента, смогла собрать необходимое число подписей депутатов Для того, чтобы подать представление в Конституционный суд Именно Конституционный суд должен был решить, нарушила ли Зарубишвили основной закон или нет Ну и вот 16 числа суд постановил, что да, нарушение было, поскольку президент Грузии по Конституции Представляет страну во внешней политике с согласием правительства Защита при этом президента настаивала, что она руководствовала статьей 49, в которой сказано, что глава государства представляет Грузию во внешних сношениях и статьей 78 о необходимости принятия всех мер для интеграции Грузии в ЕС и НАТО Сама госпожа президент после этого решения заявила, что она не собирается уходить в отставку и, цитата, будет там, где была всю жизнь, выступая за европейское и демократическое будущее Грузии И вот парламент Грузии сегодня голосовал по вопросу импичмента президента Соломы Зарубишвили Импичмент поддержали 86 депутатов из как минимум 100 необходимых Поэтому глава государства сохраняет свой пост Отмечается в публикации РБК, что против высказался один член парламента, а многие оппозиционные депутаты на голосовании попросту не присутствовали А также РБК пишет о том, что повторно начать процедуру импичмента президента по тому же основанию, согласно грузинской конституции, нельзя Теперь переходим к выступлению премьер-министра Армении в Европарламенте Выступление состоялось 17 октября В ходе своего выступления Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне переселения армянского населения из Нагорного Карабаха Также в своем выступлении Пашинян раскритиковал союзников в области безопасности Он при этом не называл конкретных стран По его словам, когда 100 тысяч человек бежали из Нагорного Карабаха в Армению, союзники Еревана, цитата Не только не помогли, но и делали публичные призывы к смене власти Также премьер-министр Армении заявил о готовности сотрудничать с Евросоюзом и стать ближе к этому объединению, насколько это возможно Как на это выступление отреагировали Москва, ну, по крайней мере, по данным некоторых новостных агентств, я вам расскажу во второй половине часа Друзья, ну что, у нас, в общем, 20 минут остается на то, чтобы рассказать вам про сегодняшнюю новостную текучку Итак, накануне 17-го числа в Европарламенте состоялось выступление премьер-министра Армении Никол Пашиняна, который в ходе этого выступления обвинил российских миротворцев в бездействии на фоне перенаселения, переселения армянского населения из Нагорного Карабаха Также, но не называя конкретных стран, Пашинян раскритиковал, как он выразился, союзников в области безопасности По словам премьер-министра Армении, когда 100 тысяч человек бежали из Нагорного Карабаха в Армению, союзники Еревана не только не помогли, но и делали призывы, публичные призывы к смене власти Более того, премьер-министр отметил, что Армения готова сотрудничать с Евросоюзом и стать ближе к этому объединению, насколько это возможно Вот вы знаете, сегодня сразу в двух агентствах, у двух агентств, это ТАСС и РИА Новости, со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в Москве появились публикации о том, что Россия расценивает это выступление Николы Пашиняна как безответственное, сказано в публикациях, и провокационное Значит, агентство приводит вот такую фразу этого самого неназванного собеседника, еще раз, высокопоставленного источника в Москве Видим, как Армению пытаются превратить в Украину номер три Такое примечание в скобочках, если считать Молдавию Украиной номер два А Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского Напомню, что Евросоюз направлял в Армению две миссии Это был октябрь 2022 года и февраль года текущего Для отслеживания ситуации на границе Армении и Азербайджана и, соответственно, чтобы разрешить конфликт между странами В Москве тогда раскритиковали обращение Еревана к Евросоюзу и подчеркнули, что ОДКБ также могла направить миссию в страну В сентябре российский МИД подчеркивал, что продолжает видеть в Армении союзника, несмотря на ряд, как было сказано тогда, недружественных шагов Ну, надо сказать, что публикации появились, но никаких официальных комментариев от каких-то там чиновников, да, в том числе от МИДа Мне, по крайней мере, пока не попадалось, имея в виду комментарии, реакции на выступления премьер-министра Армении в Европарламенте Владимир Путин сегодня рассказал, о чем общался, о чем разговаривал с Си Цзиньпином Встреча, переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином в Пекине продлились три часа Путин уточнил, что обсудил с Си, в том числе и темы Украины и Ближнего Востока Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции в Пекине по итогам визита Три часа мы разговаривали с председателем КНР, все и не расскажешь Это вся двусторонняя повестка, ее много, там много вопросов Это экономика, финансы, политическое взаимодействие, на международных площадках совместная работа Обсуждали довольно подробные ситуации на Ближнем Востоке Я проинформировал председателя о ситуации, которая складывается на украинском треке Значит, Путин считает, что объем товара оборота России и Китая реально впечатляет Во время открытой части переговора, там, помните, две были, да? Путин сказал, что Москва и Пекин уже достигли объема товара оборота в 200 миллиардов долларов Сообщил он, что на скорой встрече в Бишкеке премьеры России и Китая подпишут план взаимодействия стран аж до 30-го года И это очень хороший план, сказал Владимир Путин, конкретный, существенный Что же касается комментариев Си Цзиньпина Как передает центральное телевидение Китая Си Цзиньпин по итогам форума «Один пояс, один путь» в Пекине Сказал, что развитие стратегического сотрудничества Китая и России является долгосрочным решением Вот что сказано в сообщении центрального телевидения Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие китайско-российских отношений Основанных на постоянной добрососедской дружбе Всесторонней стратегической координации и взаимовыгодном сотрудничестве Является не временным решением, а долгосрочным решением Обе стороны, как считает Си Цзиньпин Должны стремиться к качественному развитию китайско-российского сотрудничества Активно расширяя взаимодействия в стратегических развивающихся отраслях А также использовать год культуры Китая и России Речь про 2024-2025 годы Для проведения более ярких мероприятий по культурному обмену Из наших дел Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству Сегодня не поддержал проект закона Согласно которому россиян предлагали лишать гражданства по рождению Напомню, в июле группа сенаторов внесла проект этого закона в Государственную Думу Авторы этого закона-проекта предлагали предусмотреть возможность прекращения гражданства Российской Федерации Которое дано по рождению или по признанию за совершение преступлений и действий Создающих угрозу национальной безопасности В качестве преступлений называли такие вещи как Дезертирство, дискредитация вооруженных сил и призывы к экстремизму Я рассказывала вам, что, например, Андрей Клишес Он возглавляет комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Инициативу эту раскритиковал, он напомнил, что совершение действий Влекущих прекращение гражданства рассматриваются как нарушение присяги Которую дают натурализованные, прошу прощения, россияне Клишес тогда обратился к коллегам с советом почитать конституцию И вот комитет Госдумы сегодня отклонил эту инициативу Ну, не поддержал, правильно будет сказать По данным комитета, инициатива содержит некорректные формулировки Поэтому ее рекомендовано отклонить Есть официальный отзыв Думского комитета, в котором сказано, что Рассматриваемый законопроект не может быть поддержан Поскольку явно некорректным является возможное распространение На лиц, имеющих гражданство России по рождению Или в порядке признания по оным Такого общего основания, как сообщение заведомо ложных сведений В отношении обязательства соблюдать конституцию Плюс семь, девятьсот три, семь, девять, семь, шесть, три, три, три Друзья, я вернусь через несколько минут Вы оставайтесь под серебряным дождем Не забывайте о том, что есть возможность всегда присоединяться К видеотрансляции на нашем канале в YouTube Это вечер под серебряным дождем Так, ну, ребят, согласно обновленным новостным лентам Глобального конца света пока еще не случилось Я смотрю, что из последних тут новостей, с которыми стоит разобраться И, наверное, которым мы даже завтра попробуем взять комментарии У специалистов тут Бастрыкин призвал запретить продажу сим-карт без паспорта В общем, завтра будем разбираться Напоминаю, что в 16.00 снова буду знакомить вас со всей новостной текучкой Если вы вдруг что-то пропустили из программы Серебряного дождя Отправляйтесь на нашу страницу в Дзене Меня зовут Дарья Гордеева Всем спокойного вечера До завтра Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!